Еще то ночью игры снились детям, но грозным ревом, не пустой игрой, ночное небо взрезав на рассвете, шли самолеты на восток. Их строй нес притаясь начало новой ноты, что дирижерским замыслом верна, словящим визгом первого полета начнет запев по имени «Война». Но дирижер не знал, что в этом звуке, где песня победы чудилась ему, звучат народа собственного муки, хрипит Берлин, поверженный в дыму. Той первой ночью, в ранний час рассвета, спала земля в колосьях и цветах. И столько было света, столько цвета, что снились разве только в детских снах. Той ночью птицы еле начинали сквозь дрему трогать флейты и смычки, не ведая, что клювы хищной стаи идут уже совсем недалеки. Там где-то стон растоптанной Европы, а здесь заставы день и ночь не спят. Притих в лазурные дымки Севастополь, притих под белой ночью Ленинград, штыки постов глядятся в воды Буга. Еще России дали объято сном, но первый бомбовой коснулся слуха, и первый гром, и первый рухнул дом, и первый вопли с детской колыбели, и материнский первый страшный крик, и стук сердец, что сразу очерствели, и шли в огонь, на гибель, напрямик. И встал в ту ночь великий щит народа, и принял в грудь ударов первый шквал, чтоб год за годом, все четыре года, не утихал сплошной девятый вал. Все отошло, заволохлось туманом, и подняла победа два крыла, но эта ночь, как штыковая рана, навек мне сердце болью обожгла.